Мама, я очень тебя люблю. Когда мы домой поедем? Когда мы домой поедем? На этот вопрос у мамы нет ответа. Семилетнего Александра, Франческо, Деда Джорджа или просто Сашу забрали у русской матери и посадили в приют соцслужбы Италии. Хотя женщина сделала все, чтобы защитить своего сына от буйного отца итальянца. Ну да, вот рассказывает она нам, что просто приехали полицейские в школу, ребенка вывезли и никому об этом не сообщили. И мама только через несколько часов узнала о том, что ее сына вообще-то отвезли в приют. У матери уже ни слез, ни истерик. Полный упадок сил. Надежды, что ребенка вернут практически нет. Начиналось это все прекрасно. На отдыхе в Италии Ольга Черникова влюбилась в местного молодого мужчину. Вышла за него замуж. Ну и чудесно все было. Ровно до момента рождения ребенка. Как только мальчик появился на свет, в семье начался настоящий кошмар. Муж стал избивать. Сначала только Ольгу, а потом и сына. Ну и превратилась квартира после таких скандалов просто в свалку, что называется. Не случайно Ольга все вот эти фото сделала. В какой-то момент она просто не выдержала. Вызвала полицию. Супруг ее осужден за домашнее насилие. Тюрьмы, правда, избежала. Оделался крупным штрафом. Однако у Ольги появилась возможность начать бракоразводный процесс. Сейчас он все еще продолжается. Но вот ей не до этого. Она борется за ребенка. В судах. Я игнорирую все запросы моих адвокатов. Судья только прислушивается к мнению этого психолога, который не относится к трибуналу. И является внешним экспертом. И вот я с Ольгой, когда разговаривала, спросила, ну зачем это нужно местным властям детей забирать? Ну, тем более у нее и ее сына двойное итальянское и российское гражданство. Да все просто на самом деле. На детские приюты в Италии, да и во всем Евросоюзе выделяются огромные деньги из бюджета. Ну вот смотрите, грубо говоря, да, за голову одного привезенного в детдом ребенка соцработник получает 1000 евро. В день на содержание одного воспитанника тратят 400 евро. А умножьте на 30 дней, да, понимаем, сколько, какие там суммы крутятся. И я вот пока всю эту информацию искала, наткнулась на форум для тех семей с детьми, которые приезжают на ПМЖ в Европу. Отдельный форум на тему, а не отберут ли за границей детей, что делать, если это произойдет. Десятки российских матерей лишаются детей по воле европейских соцслужб. Вот последний был случай, да, в Финляндии у русской матери забрали троих больных детей. И вот этим случаем занялась уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Более того, она хочет прекратить подобную практику изъятия русских детей за рубежом. Нам важно учитывать еще и тот факт, что случай не единичный. И важность системных мер, она, безусловно, ну просто актуализировалась с новой силой. Тем более, что по инициативе финской стороны в ближайшее время будут проведены переговоры с представителями. Ну вот видите, пока речь только о Финляндии идет. А надо-то со всем Евросоюзом разбираться. Потому что в случае с Ольгой Черниковой, ее сына хотят отдать в приемную семью. Якобы на время. Ну абсурд, согласитесь, да. Это и неудивительно. Патронатным семьям в Италии тоже платят немало, а 200 евро в день на ребенка. То есть за счет вот изъятых детей можно вполне себе жить припеваюче. Сначала к приюту, а потом к конкретным гражданам. Поэтому неудивительно, что затягивают бюрократически все эти процессы, лишь бы ребенка не вернуть. Ну а маме разрешают видеться с сыном максимум раз в две недели. А маленький Саша очень хочет домой. Во время нашей последней встречи мой сын передал мне записку, в которой пишет Тиоли Танто Бен и Мама. Тиоли Апибрэлла Руссбельмондо. Что в переводе на русский означает. Я очень люблю тебя, мама. Ты самая красивая в мире. Эта записка написана с ошибками. Моему сыну всего лишь 7 лет. Еще мой сын передал мне вот это сердечко, которое я сделал сам. Я очень люблю моего сына. Хочу, чтобы он вернулся домой. Субтитры сделал DimaTorzok